Ситуация с коронавирусной инфекцией не стабилизируется. По Восточно-Казахстанской области высокая заболеваемость, количество больных в тяжёлом состоянии и смертность от вируса регистрируются в семье. Акимобласти Даниил Ахметов создал специальную комиссию для выяснения ухудшения эпидситуации в семье. Сейчас специальная группа работает в медучреждениях для выяснения причин. Большинство компьютерных томографов в городе вышли из строя. Это правдивая информация. Это говорит о том, что когда болезнь прогрессирует, работа данной отрасли хромает. По городу загруженных стационаров имеют место быть около 20%. Более 100 больных находятся на лечении инфекционных стационаров. По КТ-аппаратам у нас сейчас работают три аппарата. Два аппарата в режиме 24 на 7. Это у нас городская инфекционная больница, госпиталь университетский на УМУС и третий у нас идёт на базе военного госпиталя. Наши жители города могут получить направление у себя в СВА. К сожалению, с начала года 22 семейчанина скончались из-за коронавирусной инфекции. Больше всего случаев заболевания вирусом по области зафиксировано в семье. Руководитель городского отдела здравоохранения Думан Берикулы сообщил, что сейчас в городе работает специальная комиссия и напоминает о том, что нельзя заниматься самолечением. При признаках заболеваний немедленно обратиться в медучреждение. Вирусная инфекция мгновенно обостряется и ставит под угрозу жизнь человека. Поскольку единственным способом остановить эпидемию является вакцина, необходимо сформировать иммунитет населения к вирусу. У семьи доставлено более 24 тысяч, трёх тысяч доз вакцин. Из них 17 тысяч уже провакцинировано. По городу действует 45 точек вакцинации по медицинским организациям. Плюс ещё у нас имеются точки в торговых центрах, получается, и в производственных базах. Могут наши бригады выезжать, значит, могут проводить выездную вакцинацию. Есть такие организованные коллективы. На сегодняшний день против коронавирусной инфекции вакцинировалось свыше 17 тысяч семьячан, что не достигает и 10% населения города. Специалисты призывают жителей соблюдать социальную дистанцию в период эпидемии и строго соблюдать санитарные требования.